В связи с массовым наплывом, переехавших в Турцию, на временное переждать или на ПМЖ, в стране сильно активизировались мошенники. И как бы это неприятно было осознавать, все эти мошенники оказываются русскоговорящими и часто сами переехавшие из России. И нам странно от того, что, казалось бы, всегда в сложные времена люди должны поддерживать друг друга и помогать. А получается так, что много тех, кто лишь пытается заработать на горе и проблеме других. Сегодня мы хотим подробно осветить все виды мошенничества, которые сейчас процветают в Турции в сфере аренды, страхования, обмены валют и оформления в НЖ. Если вы так же, как и мы, испытываете острое отвращение к людям, которые готовы на все ради заработка, то добро пожаловать на наш канал Turkey Space. Меня зовут Владимир. Я Олеся. Погнали! Итак, первое, где развелось огромное количество мошенников, так это в сфере аренды квартир. Восемь семей стали жертвами одного квартирного мошенника. Аферист несколько раз сдал одну и ту же жилплощадь. И связано это с тем, что до того, как Россию изолировали от мировой банковской системы, не возникало проблем с оплатой квартир. Тогда оплата производилась через защищенные сайты, ну, например, Airbnb, где любой россиянин мог арендовать квартиру без всякой тревоги о своей безопасности. И оплатить эту квартиру и спокойно, и приехав в Турцию уже имея квартиру для временного проживания, и искать в дальнейшем себе жилье для длительного проживания, и не беспокоить за свои деньги. Сейчас же риск потери денег начинается уже на этом этапе, а дальше риск возрастает уже при аренде на длительный срок. Как это происходит? Расскажи-ка. Сейчас очень много предложений в социальных сетях, например, Facebook, Instagram. И обычно эти предложения выставляются нашими же соотечественниками. И чаще всего такие люди притворяются собственниками квартиры, и реже все же бывают собственниками. Технически это происходит таким образом, что вы смотрите фото в социальных сетях, списываетесь либо прямо в социальной сети, где увидели фото, или по указанному номеру в мессенджере. Просите еще фото, получаете их. Хотите посмотреть квартиру вживую, и в ответ слышите, что нужно внести предоплату в виде месячной суммы аренды перед просмотром. Ну, чтобы якобы первым быть в очереди. Потому что очередь у них неимоверная, и все в шляпах. Да. А если квартира вам понравится, и вы ее арендуете, деньги, которые вы уже отдали, будут учтены, так вам говорят. Вы переводите деньги по высланным вам реквизитам. Ой, дурак! Вам назначают дату и время просмотра. Но при наступлении этой даты обнаруживайте, что человек и сейчас, и не выходит на связь. И вся переписка в мессенджере пропала. Или в той соцсети, где вы переписывались. Лезете искать это объявление, а его уже нет. Это первый вариант мошенничества. Расскажи про второй вариант. А я сейчас вам расскажу. Второй вариант. Когда вы перевели предоплату в виде совсем небольшой суммы, вам назначают дату и время просмотра. Вы приходите, смотрите квартиру, вам все нравится, вы готовы к аренде. С вас просят сразу внести месячную сумму оплаты и даже дают типовой договор. Вы такие радостные, что удалось наконец-то найти недорогую квартиру, да еще и с помесячной оплатой. А ключи, вам говорят, получите, когда вместе с этим собственником пойдете к нотариусу. Договариваетесь о дате прихода, а ближе к этой дате обнаруживаете, что этот человек пропал. На связь он не выходит. СМС-переписка удалена. И объявления больше нет. Чаще всего такое бывает с такими объявлениями, в которых указана цена за квартиру до 500 долларов. Или комбо. До 500 долларов и помесячная оплата. Сейчас это верный признак мошенничества в Турции. Пожалуйста, не ведитесь на такие объявления. Таких квартир попросту больше нет. Снимите вы уже эти розовые очки и взгляните реальности в лицо. Либо потеряете гораздо больше денег, чем отдали бы за правильно арендованную квартиру. Надо смириться с тем, что сейчас в Турции цены на аренду квартир сильно возросли. И да, это временное явление. Пройдет спад миграции и цены вновь нормализуются. Но пока это так. Да, да, не удивляйтесь. Такие мошенники пользуются людьми, которые до сих пор живут в недавнем прошлом. Когда даже за 2000 лир можно было снять квартиру в Турцию и настойчиво не хотят осознавать наступившую новую реальность. Есть еще такой вот вариант, в котором даже скорее не мошенничество, а большее использование ситуации. Расскажи о нем. Это когда вы, например, находите квартиру за одну цену. Например, 600 баксов. Это еще вероятный вариант. В каком-нибудь глубоко спальном районе Турции. В одном из городов. Приезжайте на просмотр. Вам такое все нравится и вы готовы уже к аренде. Но собственник вам говорит, что нужно заплатить уже не 600 долларов, а, например, 800 или даже 1000 долларов. Объясняет тем, что цены сейчас растут каждый день. В чем он даже и не врет. Цены и правы на недвижимость растут быстрее, чем тесто на дрожжах поднимается. Но вы либо огорченно соглашаетесь, либо продолжаете поиски. И так могут делать даже турки. Человека в этой ситуации никак нельзя назвать порядочным, ну и мошенникам его тоже не назвать. Поэтому готовьтесь, что может и такое происходить с квартирами. И здесь уже вам решать, готовы вы на вот эту сумму или будете продолжать свои поиски. Конечно, среди таких объявлений есть и настоящие. Но вот такие мошенники сильно портят им малинию. Расскажи про следующий вид мошенничества. Следующий вид мошенничества, он связан с медицинскими страховками. Помимо официальных офисов представителей страховых компаний, где работают турки, или официальных онлайн ресурсов страховых компаний, есть еще и онлайн-помогайки, которые готовы вам оформить любую страховку для ВНЖ. Ну, может быть, вы видели в Инстаграм или Фейсбук кучу рекламы, где русскоговорящие жители предлагают быстро, не выходя из дома, оформить вам медицинскую страховку, которая подходит от ВНЖ. И вот проблема заключается в том, что среди них невозможно определить, настоящие ли это продавцы страховок или нет, пока не рискнете с приобретением. А в итоге можете получить большую страховку, которая сильно будет похожа на оригинал. Но об этом вы узнаете лишь, когда будете заполнять анкету на ВНЖ, и система номер вашей страховки не примет. Да, или просто не обнаружит ее в общей базе данных застрахованных иностранцев на территории Турции. Либо второй вариант, когда вы обнаружите подделку и обман, это когда обратитесь за помощью в медицинское учреждение, и там такого полиса в общей базе не будет обнаружено. И цена у таких вот якобы страховщиков может быть сильно разной. Как очень дешевой, так и выше, чем в реальной страховой компании. Поэтому здесь мы советуем либо сходить самостоятельно в ближайший офис с ливистской определенной страховой компании. Их всегда в городе достаточно много. Просто смотрите по сторонам. Там написано сигурды и название компании. Там можно всегда переговорить с турком помощью онлайн-переводчика и купить вам нужную страховку. Либо воспользоваться агрегатором страховых компаний по Турции. Вот вы перед собой видите их сайт. И на этом сайте уже указаны адреса компании и часы работы. Если вы онлайн не справитесь, то можете всегда туда прийти и вам расскажут. То есть там собраны сразу все страховые компании по Турции. Подобрать удобный для себя. На сайте несколько языков, в том числе и русский. Есть русскоговорящая поддержка через WhatsApp. А еще такие люди, которые называют себя страховщиками, нередко сливают в сеть ваши личные данные. Ну, если честно, мы и не знаем, что потом можно с ними сделать на территории иностранного государства. Ну, типа ипотеку или кредит все равно не взять на ваш иностранный паспорт. Но все же это неприятно. А может они их используют на территории другого государства? А, ну, кстати, да, может быть. Следующие мошенники – это менялы валюты. Сейчас в Facebook и в Telegram появилось огромное множество людей, которые занимаются обменом валюты и обналичиванием крипты. Сам их вообще, вот вижу там просто десятки за день в любом чате. Связано это также с отключением карт российских банков от международной банковской системы. В Telegram создается море чатов, где менялы предлагают вам обменять эту валюту по разным схемам. И при этом такие чаты часто спамят, и админы веером в виде спама включают людей в такие чаты. Даже я частенько обнаружила, что я состою кучу моря таких чатов, хотя я в них не стучалась вообще. То есть, вот, например, не подавали заявку никакой подобный чат, а обнаруживаете, что стоите в одном из таких чатов. Или, как, допустим, в моем случае, и не в одном. Да, да, не удивляйтесь. С криптой схема примерно та же. Вы переводите мошеннику крипту, он должен ее обналичить и передать вам валюту. И механически это происходит так, что обычно мошенник вам назначает дату и место встречи, где вы при нем, и переводите ему деньги на указанную карту или реквизиты. И как только деньги вы ему перевели, он начинает юлить. Говорит, что сейчас деньги привезут, нужно лишь немножко подождать. И так проходит какое-то время, потом он под каким-то предлогом выходит или уходит из кафе и исчезает. Да, это жестко. Один из таких случаев, кстати, здесь вот он, наоборот, мошенник, называл человека, который ему пришел и перевел криптовалюту, его мошенником. Человек ему перевел криптовалюту, он сидит, говорит, типа так, сейчас дождемся подтверждения, пока блоки обработаются, два подтверждения вроде как надо. Сидит, ждет, типа все, нет, деньги не приходят, деньги не приходят, он там куда-то звонит, там кто-то якобы что-то проверяет. Все, деньги не приходят. И он начинает агрессировать на человека, называть, что говорит, что он мошенник, он ему ничего не перевел. И так вот в скандале, руганье пытается ретироваться из кафе. Ну, вот так вот, то есть разные схемы используются. Да. И вот в этом случае поможет только если на место вызвать полицию. И если сотрудники полиции успевают приехать, то мошенник на месте возвращает вам деньги, либо же отдает валюту. Поэтому, если вы все-таки связались с такими людьми, то идите навстречу вдвоем, чтобы, если что, другой человек смог задержать мошенника, а другой вызывал полицию. Так будет проще. Да. А вообще мы не советуем пользоваться вот такими вот нелегальными способами обмена, потому что они в любом случае являются нелегальными. Используйте легальные методы, чтобы не попасться на вот такого мошенника и не потерять ваши кровные средства. А как вывезти деньги из России в Турцию, можете посмотреть наше видео вот здесь. Они работают. И не нужны вам никакие посредники. Вы сами справитесь. Тем более в криптовалюте на территории Турции обменять вообще никак. Это вообще не проблема. Везде эти обменники. Ну и самое огромное количество мошенников это в сфере оформления ВНЖ в Турции. Их сейчас прям какое-то невероятное количество развелось. Все прям профессионалы в этой области. Нет. Такие люди они всячески изворачиваются с разной рекламой в сети, видосами на ютубе. Где регулярно запугивают людей надуманными новыми правилами, придуманными законами, которых даже не существует. Закидывают разные утки с дополнительными документами. В каждой рекламе кричат, что сейчас 99,9% отказов. О том, что скоро ВНЖ отменят. И вам нужно успеть заскочить в последний вагон. В списках необходимых документов они перечисляют такое количество бумаг, что складывается такое впечатление, что используют просто название всех справок и документов, которые просто имеются. Они просто берут весь список документов, которые существуют в Турции, в принципе, в природе, и его вываливают. И они же обещают, что именно с ними вам точно одобрят ВНЖ. И предоставляют они абсолютно все услуги. И нотариальные, и переводы документов, и апостелирование. Ну, прям, не знаю, специалисты во всех сферах. И ценники у них всегда много выше реальных в официальных учреждениях соответствующего профиля. Для примера, за перевод паспорта и его нотариальное заверение часто просят аж по 4 тысячи лир. Тогда как у турецкого лицензированного переводчика, который не связан с такими помогайками, такой перевод будет стоить 500 лир за один паспорт и 200 лир за нотариус. Примерно такие цены. Где-то чуть выше, где-то чуть ниже. Ну, разница, конечно, налицо. Нередко такие помогайки предлагают купить у них адрес прописки, объясняя, что таким образом прописка будет, а жить вы сможете где угодно. Так делать точно нельзя. Даже не думайте покупать такую справку, у вас точно будут проблемы. Потому что миграционная служба обязательно обнаружит этот обман, так как полицейские ведут проверки по соответствию адреса прописки и места проживания. Рано или поздно к вам придут с проверкой. И если вас не обнаружат по данному адресу, то аннулируют ваш ВНЖ. И депортируют. Да. А бывают еще услуги под ключ. Игреяне так и пишут. Все, что от вас требуется, прислать им копию вашего паспорта и деньги. Потом прийти на рандевую и все. Все будет сделано за вас. И даже квартиру для этого не нужно снимать. Живите где хотите. А как они сделают вам ВНЖ? Карточку пришлют вам по обозначенному вами адресу в течение недели. И в этой области схем мошенничества, их огромное множество. В общем, кто во что гораст. Есть, конечно, люди честные, которые открыто говорят, что оказывают услуги и консультации по вопросам ВНЖ. Сопровождают в сборе документов. Помогают заполнить анкету. И никаких гарантий, что ВНЖ будет одобрено, они никогда вам не дадут. Потому что никто, абсолютно никто не может повлиять на процесс одобрения ВНЖ. Все решения принимаются в Анкаре чиновниками. Из любого города вы подаетесь документами на ВНЖ, они всегда уходят в Анкару. Поэтому, если решили обращаться за помощью, знайте, все, кто вам обещает гарантию получения ВНЖ, 100% мошенники. Будьте бдительны. Мошенничество среди наших соотечественников в Турции сейчас процветает и пахнет. И чувствуем, что обязательно кто-то напишет в комментариях, что пахнет русофобией. Нет, это не русофобия. Это просто факт. Так бывало во все времена и со всеми народами. Когда происходит массовая миграция из одной страны в другую, далеко не все имеют стабильный доход и начинают искать его уже по приезду. И многие как раз не чураются разными схемами обмана своих же соотечественников. Так что будьте, пожалуйста, осторожны. Анализируйте каждое действие, которое вы совершаете. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить интересное видео. Ставьте палец вверх, чтобы канал чаще показывался другим пользователям. Письма, вопросы, комментарии, предложения пишите в комментариях или на почту, указанной под видео. А также там в описании под видео есть наш сайт, куда вы можете всегда обратиться за помощью в аренде в квартире, покупке ее или же в сопровождении ВНЖ или консультации по вопросам ВНЖ. А если есть желание, всегда можете воспользоваться функцией суперспасибо и поддержать наш канал. Подняли, обняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока! До свидания!